Старая Ладога Напоминающая по архитектуре крестьянскую избу Это храм святого Дмитрия Солунского Первые упоминания о нем датируются далеким 1646 годом За время своего существования церковь не раз ремонтировали Но несмотря на все реставрации, она сохраняла свой первоначальный облик 5 октября 2014 года, спустя 94 года безмолвия В храме святого Дмитрия Солунского была совершена божественная литургия Мы молились, и все сказали, что такое чувство, что здесь никогда молитва не прекращалась На самом деле, благодать и место, куда люди приходили Я думаю, что любой человек, заходящий в храм, он понимает, что за здание, куда он идет Я думаю, каждый в своем сердце, даже мой человек неверующий, понимая, что храм принадлежит для молитвы Конечно, строили его для молитвы Потому что не просто так сюда приезжали греки Это место как раз первая столица, где по истории и был храм И мы сегодня с вами видим замечательный храм Георгия Победоносца Мы хотели служить, но вот уже холодно очень И поэтому мы решили все-таки, что деревянный храм будет людям теплее А вот со временем, конечно, я надеюсь, что раз в месяц мы планируем раз в месяц служить по большим праздникам Вот даже двунадесятым праздникам совершать здесь божественную литургию Я надеюсь, что это место будет и для паломников, и для людей сюда приходящих, и для туристов Все-таки тем символом любви, не только как здание, но сегодня и молитвой, которая будет помогать И в сердцах многих-многих напоминать о том, что мы здесь живем временно Что это именно напоминание о Христе, напоминание о нашей жизни Что Господь дал нам жизнь, что мы должны прожить с любовью к Христу, с любовью к ближним Чтобы ни войны, ни разрушения, ничто не могло сегодня нас отделить от любви Божьей Трудно оценить ту роль в истории нашей страны, которую играла древняя Ладога В ней создавались основы государственности Начинались международная торговля и политическое сотрудничество со многими странами Устраивались монастыри и храмы По преданию на место будущего города указал апостол Андрей Первозванный Ладога – сокровищница древних святынь северо-запада России Эти храмы были поставлены для гарнизона Церкви Святого Георгия По преданию поставлены в честь победы Ладожан Это произошло 850 лет тому назад Ладожан и новгородцев над шведами Храм Святого Георгия – он холодный храм А чтобы зимой управлять требы для гарнизона был срублен деревянный клетский храм Сегодня это редкий по своему архитектурной пластике северный храм Но эти храмы благополучно сохранились И я хочу сказать слава благодарности ладожанам, которые, несмотря на то, что сменилась эпоха Они сохранили все храмы Ладоги, то есть они их специально не разрушали Но то, что сохранилось, нам за 40 лет большинство удалось восстановить И мы этому рады Мы их восстановили, передали Русской Православной Церкви А сегодня у нас прецедент, когда мы совместно будем использовать два храма Святые и всеславные великомучениче Христов Дмитрия Скорые помощниче, чепые заступниче Из Италии в Старый Ладожский храм были переданы ковчег с мощами святого Дмитрия Солунского и Георгия Победоносца И частица знамени великомученика Георгия Эти святыни будут открыты для поклонения верующих ладожан и паломников, приезжающих в Старую Ладогу со всего мира За свою многовековую историю древняя Ладога пережила много бед и потрясений Но вновь пришло время созидания и веры, время, когда заполняются богомольцами храмы и монастыри Старой Ладоги И под их сводами вновь звучит молитва Старая Ладога имеет храмы, в некоторых храмах не было богослужений Вот теперь, слава Богу, уже потихоньку совершаются службы и в Успенском монастыре, и в Церкви Силе Человека Божия, в Собор Рождественной Претечи и, конечно, Никольском монастыре И теперь, слава Богу, в Церкви Дмитрия Солонского Очень так интересно, Старая Ладога – небольшое село на сегодняшний день, а храмов в монастыре много Слава Богу, благодати много И молимся, трудимся На живописном берегу Волхова расположился Никольский Староладожский мужской монастырь Храмов в монастыре два, соборный во имя святителя Николая Чудотворца, является самым древним строением, относящимся к XII веку И церковь во имя святителя Иоанна Златоуста, ныне действующая В декабре 2002 года началось возрождение монашеской жизни Никольского монастыря Из итальянского города Бари в обитель была передана частица мощей святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мерликийского На Руси всегда особенно почитали этого великого угодника Божия И теперь своими мощами он присутствует в этом месте, откуда есть пошла земля русская Мог ли кто-то ожидать еще 30 лет назад, что над водами Волхова, над просторами ладожских земель Вновь зазвучат колокольные звоны, на храмах засияют кресты и вознесется молитва Посещение Никольского мужского монастыря всегда выражает трепет и радость Потому что мы видим, сколько трудов сделано восстановление этого древнего храма И, конечно, для нас напоминает нам храм Вифлеем Это вот часть той истории, часть той традиции постройки храма, которая есть в Троице Сергии Пустыне Есть еще в Италии несколько храмов и, конечно, самый главный храм находится в Вифлееме Вот такая базилька, которая сегодня здесь, в этом удивительном монастыре, сохранилась Благодаря трудами тех людей, кто сегодня трудится, отцу Варфоломею, игумену этой обители Попытаются до каждого элемента достановить ту живопись, иконопись и, конечно, иконостас, который потихонечку, начиная с киотов Мы видим уже киот святителя Николая, киот Божематерь Черниговская слева, это тоже вот его трудами Поэтому мы всегда радуемся и молимся в этом храме, и чувствуем особую благодать, покров и святительства Николая, и, конечно, Яна Затаустова, который храм, в честь его, именно, сооружен Надеюсь, что паломники, и кто сюда будет приезжать, они будут и помогать отцу Варфоломею Ну, а мы всегда рады тем людям, кто сюда приезжает, и тем людям, кто частичку своей, наверное, может быть, кто-то сердце оставляет Может, кто-то чувствует вот здесь особое присутствие Божие, может, кто-то ищет с Викой этой иконы, которую можно почувствовать вот молитву Поэтому я всем желаю помощи, Божьей радости, чтобы этот обитель возрождался, и что у нас еще, конечно, самое главное, такой храм, который, к сожалению, уже много-много, или даже до революции, он претерпел очень многие изменения Храм святителя Чеготворца Николая разрушался, и все, поэтому мы надеемся о том, что найдутся добрые люди Поздравить этот храм святителя Чеготворца Николая древней, старой Ладоги, который видел перед собой очень много и событий, и, конечно, и революции, прежде всего, и, конечно, событий до революции, и возрождения нашего Отечества Надеюсь, что это поможет многим приходящим в этот обитель, в этот храм, в этот монастырь, почувствовать тепло и братья, и тепло отца Игумена И его молитвами Господь укрепит здесь тружеников на многое благое лето Предание связывает основание обители с 1240 годом и именем святого благоверного князя Александра Невского Ранняя история монастыря скрыта от нас за давностью лет Впервые Никольский мужской монастырь упоминается в 14-м столетии, а документальные свидетельства относятся к концу 15-го века Обитель не раз подвергалась набегам шведов, была разорена Трудно жилось инокам, но Господь по заступничеству Николая Угодника укреплял вере и давал силы После самых страшных испытаний, выпадавших на долю святой обители, она вновь отстраивалась и возрождалось здесь монашеское делание Эта обитель была для людей духовной крепостью В летописях упоминается благочестивая добрая традиция Рыболовы не начинали лов, не поклонившись святым монастырским вратам Богоборческий 20-й век принес на Русь жестокие гонения на церковь Монастыри и храмы Старой Ладоги были закрыты Духовенство репрессировано В Никольском соборе была устроена кузница, затем склад В советское время на территории монастыря находилась ремесленная школа и корпуса общежития Монастырские постройки были заняты жилым фондом, библиотекой и другими организациями Монастырь вернулся верующим в поруганном, обветшалом состоянии И хотя безбожные времена ушли в прошлое и началось возрождение обители Монастырь хранит память о тех страшных годах С упованием на покровительство святителя Николая Чудотворца Староладожский Никольский монастырь живет, восстанавливается Все более преображается день от огня И у его святынь согреваются сердца верующих людей Самолюбимый святой на Руси В память которого строились храмы, часовни, выдвигались кресты, выдвигались монастыри Господь нам дал такую возможность Имеет заступника, великого угодника Николая Чудотворца Мы имеем мощи святителя Николая Чудотворца Маленькую частичку, что нам еще нужно? Скажите, нам нужно спасение, нам нужно понимание То, что Николай угодник с нами Нам нужно иметь крепкую веру, поверьте Дошедший до наших времен Затаузский храм Построен по проекту академика архитектуры Горностаева На средства одного новоладожского купца Сегодня храм реставрируется Восстановлена часть настенной живописи Внешнее убранство церкви Здесь смешано два стиля, русский и классический стиль Но, допустим, наверху из гюстового даре Сделаны репродукции, вот эти все сделаны Сверху страсти Христовы Ну и академическая живопись Все остальное будем делать дальше В ожерелье святых монастырей нашей земли Есть драгоценный самородок Монастырь святителя Николая Чудотворца В Старой Ладоге Долгие десятилетия стоял он безмолвствуя В разорении и запустении Навернулась молитва под эти своды И ожила обитель Хотя еще много надо сделать Чтобы вернуть монастырю его былое благолепие Положить немало трудов Для полного восстановления обители Но даже сейчас монастырь Поражает своей красотой Обитель была основана Около восьми столетий назад Так и рвется душа современного паломника Побывать в этом столь древнем Никольском Староладожском монастыре Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok